Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду делать виноградную чачу. Но если быть откровенным, я буду делать виноградный самогон. Потому что я считаю, что виноградная чача получается только из виноградного сока. У меня здесь, в этом чане, виноградные выжимки из винограда лидия. Я только что отсидел лидию, и остались выжимки. Косточки я выбросил, и теперь я сюда буду добавлять инвертный сироп и воду. В выжимок у меня ориентировочно два ведра. Они очень хорошо уже перебродили. А здесь у меня 5 килограмм сахара. Я его превратил в инвертный сироп и вода. Гидромодуль будет 1 к 5. То есть на 1 килограмм сахара я добавляю 5 литров воды. Сейчас я выливаю инвертный сироп и воду в чан со жмахом и размешиваю. Воду для виноградного самогона я беру из обратного осмоса. Потому что чем лучше и вкуснее водичка, тем, конечно же, вкуснее будет виноградная чача. Я размешал инвертный сироп вместе со жмахом. И теперь его накрываю тряпочкой, и он будет бродить. Сколько нужно лить воды на жмых? Есть такая пропорция. Сколько у нас объем жмыха, столько же нужно налить воды. У меня было около 20 литров жмыха. Я взял 5 килограмм сахара и гидромодуль 1 к 5. 25 литров воды. Поэтому получилось немножко больше. А возможно у меня жмыха было немножко больше. Я еще перечитаю и уточню. Бродильный чан я накрываю вот такой тряпочкой. Эта ткань будет предохранять сусло от мушек дроздофил. И я буду каждый день, как и виноградное сусло, 2-3 раза в день оббивать шапку. Сейчас у меня появилась целая бочка виноградного жмыха из винограда Изабелла. И я буду делать из него виноградную чачу. Или все-таки, если правильно называть, это будет виноградный самогон. Аромат в бочке обалденный. Для тех, кто не знает, напомню. Когда я полностью отсадил все молодое вино из этой емкости, на дне было очень большой слой виноградных косточек. Косточки я, перед тем, как делать здесь виноградный самогон, конечно же, выбросил. На 30 литров жмыха я положу 10 килограмм сахара. Но это будет не чистый сахар, а именно инвертный сироп. Я сделал инвертный сироп. Как его делать, ссылочка вот здесь вверху. И теперь я его сюда выливаю вместе с водичкой. Гидромодуль 1 к 5. То есть на 1 килограмм сахара я беру 5 литров воды. В этом чане стоит чача из винограда лидия. Чачу я сделал на инвертном сиропе. И все время, вот так, 2-3 раза в день взбиваю шапку. Жмых полностью уже отдал все свои вкусные вещества. Он превратился вот в такую кашу. Поэтому шапка намного легче разбивается, чем когда это было на самом виноградном соке. Сейчас я начинаю перегонять виноградную брагу из винограда лидия. В перегонном кубе я уже вылил брагу. Она отыгралась за 4 дня на диких виноградных дрожжах. Вот здесь у меня греется парогенератор. Сейчас я все закрываю. Ставлю колонну без насадок. И отгоняю на максимальной мощности спирт-церец. Вся система прогрелась за 45 минут. Я поставил один сухопарник для того, что если будет переброс самой браги, чтобы она осталась в сухопарнике и сам продукт был чистым. Отбираю на максимальной температуре. Все происходит очень быстро. Пока вот такая скорость отбора. Сейчас система уравновесится и я добавлю температуру. Вот так уже бежит виноградный самогончик. Сейчас я залил весь спирт-церец из виноградной чачи или из виноградной браги в перегонный куб. Он уже разогрелся и я начал покапельный отбор голов. Вот так медленно капают капельки голов. Запах присущий головам. У меня 3,7 литра абсолютного спирта. Я буду отбирать 10% голов. Это ориентировочно 370 грамм. Уже вот-вот, скоро отбор голов я закончу и буду отбирать тело. Голову я отбираю напрямую без сухопарников. Сейчас я перегоняю брагу на спирт-церец из винограда Изабелла. Абсолютно никакого виноградного запаха нет. Я поставил один сухопарник и когда я делал лидию, то в самом сухопарнике был очень насыщенный аромат винограда. В этом случае, когда я делаю Изабеллу, ничего такого нет. Возможно, это именно особенность Изабеллы, а возможно, потому что Изабелла отдала все свои ароматные вещества самому вину. Вот так сейчас я перегоняю спирт-церец из винограда Изабелла, вернее, не из винограда, а из выжимок винограда Изабелла на сахаре. Через 6 банок 4 сухопарника и 2 барбатера, потому что мне абсолютно не понравился аромат спирта из Изабеллы. В нем абсолютно отсутствуют нотки винограда, поэтому я его полностью очищаю. Голову я отобрал в количестве 10% от абсолютного спирта. Тело отбираю до крепости 50 градусов в струе. После того, как я все тело отберу, я еще раз буду перегонять это все, но уже поставлю один сухопарник, а во втором сухопарнике я положу натуральный яд винограда для того, чтобы ароматизировать сам спирт. Посмотрим, что из этого получится. Я уже завершаю перегонку спирта из виноградного сырья, то есть севдочачу из сахара. Мои замечания. На винограде Изабелла нет того аромата винограда, какой присущ самому ягодке. Слышно, явно слышно характерный сахарный самогон. После того, как я стал делать именно зерновые самогоны, конечно, сахарный самогон я слышу очень хорошо, и мне он совершенно не нравится. Поэтому я опять собрал весь спирт, который был крепостью 83-84 градуса, и еще раз его перегнал с отделением голов. Голову в этот раз я уже отбирал 2-3 процента, и потом тело. Также ставил 6 банок. Но в последнюю банку я добавил ягоды винограда. Это самый простой темный синий виноград, который можно кушать, и он сладкий и достаточно ароматный. Я сделал некое подобие джим-корзины. Горячий спирт заходит в банку, там, где насыпаны ягодки винограда, и забирает у них аромат. Но, естественно, аромата в самом сырье, который уже выходит после холодильника, никакого аромата винограда нет. Возможно, пока он слишком крепкий, этот спирт 84 градуса, аромат не так слышно. Я его разбавлю до 45, и тогда посмотрим. Но, в любом случае, мои наблюдения такие. Когда у меня остается жмых после приготовления вина, лучше всего, проще и быстрее, весь жмых собрать и просто перегнать. Пусть это будет пол-литра настоящего виноградного спирта, но это будет ароматный спирт, который можно использовать и для настаивания на щепе, или для залива в бочку, или для того, чтобы укреплять вино и делать из него что-то похожее на портфель. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, как делаете чаще вы. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Вкусных вам и ароматных напитков. И помните, кухня – это самое спокойное место.